Доброе утро! Доброе утро всем! Доброе солнечное утро у нас! Загрузился я в Баварии, как видите уже только что стартанул, и наш путь обычно Си-Си-Ти. На Баварии сейчас новое место у нас, погрузки, ну то есть как новое, завершал каденцию, уже там два раза грузился, даже три раза грузился уже на складах, вот. Во! Самопогрузка здесь, блин, рухля такая, я не знаю, эстонская как их называют, что-то у меня жарко, да и в кабине 28 градусов поставил, за бортом уже 16,5. Между прочим... Такая эстонская рокля, блин, медленная. Там есть такой, два чудака, один такой нормальный, один такой в очках, он какой-то странный. Всегда недовольный, вот всегда, сколько я приезжаю, если он какой-то недовольный. Он говорит, бумаги, я говорю, хочешь лежать бумаги, когда уже уходил. Говорит, а чё ждём? Я говорю, ну аэрбэк, надо надувать чудак, аэрбэк второй. Он говорит, ты должен надувать аэрбэки. Я говорю, хорошо, я могу надувать. О чём проблема куда-то? Скажите, я надую. Иди, говорит, в кабину. Иду в кабину, блин. Какой-то нервный такой тип вообще, вот всегда. Какой-то, блин, недовольный вообще. Я помню, когда мы с Джоном первый раз туда пришли, вот на эту погрузку, именно в этот склад. Блин, Джон пошёл относить бумаги, я жду, 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 жду его. Его нет. Смотри, он уже грузит. Я говорю, а чё ты грузишь? Сказали грузить. Ладно, говорю, я сейчас тебе помогу. Иду ему помогать, он меня не пускает. Я говорю, мне грузить надо. Там уже грузит. Я говорю, так он студент. Он учится, он стажёр. Почему он грузит? Я должен грузить? Он говорит, ничего не знаю, иди в кабину. Такой какой-то, блин, странноватый парень, реально. Страну открыл, вроде открыл. Ещё раз открою страну. Чтобы не было проблем. Перепроложить? Не надо ничего перепролагивать. Не, вроде открывал страну, да. Бывает я, блин, молоточки поставлю, а страну забыл открыть. Постоим, подождём. Ребятки не могут проехать, потому что рядом с... Я, видимо, эту дорогу перекрыл. Это велосипедисты, чтобы не проехали. Блин, что каждый свет так долго горит? Зелёный будет или не будет? Поеду-ка я туда. Что там? Зелёный свет не могут ищить. Может, меня ждёт? Зелёный свет. Едем поближе к световому. Вот. Загорелся. Ну а так всё нормально. Едем. Полосу стоп-линию не видно. Где нам? Ну, давно не был здесь. Четыре недели. Так сказать. Контейнер я получил, конечно, он нормальный, всё чисто, но дверь, блин, чтобы открыть и закрыть это... Это просто пипец. Там девчонка, которая пломбу ставит. Говорит, ну, ничего страшного. Говорит, сейчас сдашь контейнер? Говорит, конечно, сда. Говорит, ну и всё. Я говорю, фиг его знает. Вроде нормальный, блин, не перекошенный. Хотя какой-то он перекошенный. Он мне даже стоит неправильно. Не до конца. Правая сторона, вот как раз там, где дверь, она как-то не лежит на... Полностью на... Ну, на конлоке, или как он называется? Конлоке. Да, накрепление. Я и так, я уже и подтормаживал. Бывает, знаете, поставишь контейнер, он, ну, неправильно стоит. Тогда... Либо едешь на горочку, на какую-нибудь, чтобы он бам-бам-бам-бам и встал тогда на место. Либо... Подтормаживаешь. Надо по речи тормознуть. Тогда нормально. Бывает, встанет на место. Ой, блин. Оказалось, что она показала поворотник правый. Понимательней надо быть. Даже когда солнце светит. Чтобы пропускать всяких дамочек. Знаете, они показывают одно, делают другое. А вообще они даже не едут. Их везут. Машина мягкая, вот реально по сравнению с прошлой машиной, но офигеть мягкая. И начало движения плавное. И торможение плавное. Ну вот, приятно на такое ехать. Так, когда, блин, подтормаживает, начинает дергаться. Восемьдесят восьмая. И начинаешь движение, да. Тоже как дергается. Не знаю, может быть она мощнее. Рвет боксу. Никого знает. Стоял вместе с голландцем за ним. Ну, блин, Джон меня, кстати, обманул, блин. Почему-то его не было на Баварии. Может, ему изменили задание? В принципе, тогда реально могли изменить. Ну, куда там, блин? Сколько там время было? А сколько я приехал тогда на базу? Ну, не на базу, в порт. Пол первого. Он говорит, на Баварию погрузка в шесть утра. Ну, ладно, блин. В следующий раз я тоже так ему пошучу. Мне, в принципе, пофиг, где он там и как. Но я просто надеялся, что он там и запросил у него свободные места. Молчать. Ладно. Также не буду рассказывать, куда я еду. Скажу, что во Франции. Скажу, что во Франции еду. Все. Не надо меня спрашивать. Не хочешь? Не надо. Мне-то нужно было знать, если ты на Баварию так зашибись. Я еду и думаю, где мне парковаться. Я, кстати, заметил в последнее время, поскольку не приедешь, но если не совсем поздно, на Баварии места есть. Это радует. О, кто-то из наших едет. А нет, там трейлер. Нет, не наш, похоже на логотип. Ну что нам сегодня светит? Несколько маленьких погрузок или пошлют опять куда-нибудь в Бельгию? Вот, кстати, про Бельгию. У меня шеллбокс, надо узнать. Надо какую-то эту самую включать. Да, по ходу солнце на некоторых машинах отражается, как поворотник. А по факту это не поворот. Это просто. Надо ходить в ресепшн, где МРН надо переписывать в этом самом. Как он называется? Бачка. Такими мелкими буквами там пишет МРН. Нет. Толком не разберешь. Ну вот вдоль канальчиков, да, вчера ехали. Только они у нас были с правой стороны, сейчас они с левой стороны. Природа, конечно, в Голландии хорошая. Вот по таким, я люблю таким дорожкам ездить. Нравится мне. Блин, вот уже кушать захотел, кстати. Мусор забыл выбросить. Надо было вчера вечером выбросить. Он падал на утро. Ладно, ничего страшного, выбросим позже. Там у меня кашу поел, кофе попил. А вот тостеры там ждут меня. Их надо как-то злоупотребить. Сухомятку что ли получается? Блин, я все выпил, да. 24 палета. Энергетика. Ввезу на Англию. Сейчас будет, наверное, у меня 137-я позиция на сдачу контейнера. Ладно, друзья мои, я буду продолжать завтракать. Надо тостеры съесть. А то мне как-то в желудок бросил, что-то бросил, помимо каши. Сейчас у нас тут радарчик. Маленький. Пишет, что 80 могу ехать. Наверное, так и могу ехать. Эти же Нидерланды. Бароны, уходите, уходите, уходите с дороги. Задавлю. Тут у нас такой радарчик, оно в кустах спрятано под деревом. Я, кстати, ни разу не был на Баварии, на погрузке, чтобы она была днем. Ну, всегда утром. Реально всегда утром. Нет, здесь просто шлюз без мостика. Ну да, на шлюзах мостика нет. Там просто мостики подъемные. Вот здесь как они становятся, я чуть понятен. Ну да, заезжают, потом рассада. Очень удобный паркинг. Я думаю, что он платный, потому что, наверное, надо в ресторан пойти. покушать или что-то такое. Ладно, все, друзья мои, едем. Мне надо еще с Наташей позвонить, узнать, как там дела в деревне. Что там происходит. Все, они должны печку ломать. И начинать строить новую. Вон, вон мостик открыт. Сейчас там, наверное... Машины стоят. А, закрывается. Было открытие, закрывается. О, у меня красный сейчас загорится. Потому что эти, которые ждали, пойдут на мостик. Не успел. Ладно. А, не, вот на зелененький загорелся. Хорошо. Добренько, добренько. Вот, шашлак-бам, открылся. Поедусь. И мы погнали, ребята. И мы погнали, ребята. И так, ехал с Наташей, разговаривал на подъезде, поэтому ничего не договаривал на камеру. Ну что, получили мы задание. 60 километров от борта в 11 часов у меня погрузка печенье. По-моему, я там еще ни разу не был. По крайней мере, в адресной книге на навигаторах у меня этого адреса нет. И потом надо привезти, значит, обратно. Посмотрим, что дальше будет. Наверное, как всегда, пошлют в Германию. Вот про Бельгию я не знаю. Как только дадут Бельгию, будут думать, что с Бельгией делать. Надо шеллбокс. Этот, который у меня стоит, работает на Бельгию или не работает. Я нашел тут какой-то еще бокс. Ну, не знаю, он там где-то был завалявшись. Вот, его надо включать. Там какая-то коробка без держателя. И где-то я видел коробку. Это у меня в 88-й было там в коробке, да, и держатель, и... И сам этот бокс оплаты. Эх! Короче, еще 50 километров. Ну, слава богу, контейнер нормальный, все в порядке. Леон такой спрашивает, а ты что, всегда забиваешь? Я говорю, ну, в принципе, да. Чтобы палец опустился. Как не забивать? Ну, я так понимаю, что они не забивают, они пальцами закручивают. Ну, тоже сильно особо, конечно, не надо там в дурью, в дурью, знаете, так забивать. Ну, напомню, ребят, сегодня среда у нас. Третий рабочий день. 12-й каденции моей вообще-то. У кого-то там, 120-й каденции. Ну, каденция-каденция рознь. Бывали по три месяца у меня даже каденция. Ой, по три недели. А бывало, вот, последняя была самая большая, 13 недель. Ну, на эту я планирую 8, ну, максимум 9. Хотя 9 нельзя, не можно, потому что надо Наташу забирать, вот эту белармиссию. А хотя, если она там все уформит, то можно. И на одну больше задержаться. Ну, посмотрим, как пойдет. Вон Витас планировал еще там на две недели больше поработать. 20 недель вообще-то он хотел, но, конечно, это кипец. Понимаете, тут ситуация такая. Люди работают, люди уезжают в отпуск, люди приезжают с отпуска, им нужны машины. И ты тут, как бы, должен освободить человеку машину, которая приезжает на работу. Логично? Логично. Ну, вот сейчас, например, Витас должен приехать. На какой он машине будет кататься, я даже не знаю. Есть там свободная машина, нет там свободных машин. По крайней мере, на контейнера. Я вот сейчас заметил, работает 4, я 5 и еще 2 голландца. 7 человек на контейнерах на данный момент. Ну, не знаю, как там Марсель. Я его не видел. Харика не видел. Он, наверное, на контейнере работает. Ну, говорит, на контейнере не должен работать, в принципе. А вот. Ну, я его еще не встречал. А вот Ливон... Ой, извините. Ливон на контейнерах всегда работает. Ну, я так смотрю, ребята из Голландии, они так особо не торопятся. Спокойно. Говорят, так, это у меня в 13 погрузка. Тоже идет туда, куда и я иду. Посмотрим, что там будем загружать. Меня уже больше интересует не то, что мы будем сейчас загружать, а откуда я потом поеду. У меня в 11 загрузка в 12. Ладно, закончу. Сейчас я буду обратно. Да, могут и в Германию послать, а могут и в Бреду послать. А куда угодно могут послать. Дальше... Эврорин, потом Лидл. Да, вообще, блин. Куда, куда, куда? Куда, как говорится, глаза глядят у менеджера. Ехали. Был ливень, потом прошел ливень. Все солнышко выглянуло. 18 градусов на улице. Погода такая переменчивая очень. И ветерок. Но ветерок теплый. Через 2 километра нам надо в левую полосу уходить. Ладно, еще чуть подождем. Главное, не забыть туда перейти. Хотя зачем там левая полоса? Там, по-моему, нормально. По полосам я иду. Ничего там такого особенного нет. Там, по-моему, потом будет полоса такая, что надо все равно вправо идти. Кажется, там в туннеле, где две полосы, если я не ошибаюсь, для легковых только машин. Ну, посмотрим. Да, да, так и есть. У меня в левую полосу. Я помню, пару раз так вот лоханулся, ушел в левую полосу, а там, оказывается, видите, вот сейчас увидите, для грузовиков запрет. Надо по этой полосе идти, а не тыркаться куда-то. Вот он пошел в левую полосу, а там запрет грузовика. Видно, видите, вот ныряет. Теперь вправо пошел. Ну, то, о чем я говорю. У меня такие же самые были ситуации. Хотя сайт же тут правильно показывает мне, кстати. О, ты молодец, парень. Дико, блин, правильно делаешь. Все перестройками своими. Здесь скорость такая нереальная вырастает в этом туннеле. Боже, до 90 разогнаться, блин. Причем на круизе. Потерян сигнал GPS. Конечно, потерян, если прям в туннеле едем. Если будет не самопогрузка, надо будет запустить это самое сохранение видоса. Я вчера отредактировал. Сейчас в большом темпе я все это делаю. И то там мне не мешает. Под колесами. Вроде нет. Опять пойдем в Роттердамовскому. Колечко. Вот. Ладно, ребята, едем там поближе. Включимся, посмотрим, был я там или не был. Ну-ка, все, вроде подъезжаем, друзья мои. Два километра осталось. Показывает. Показывает. Нет карго. Это будем. Там проезжали мимо какого-то нет карго? Посмотрим, что здесь за нет карго. Там что, прямо в городе? Интересно. Паркинг зона. Запреты. О, я помню паркинг зона. Да, Лидл этот. Нигде стоять нельзя было. Стоял в лесу. Вот это было, да. Было дело. За мной идет уже какой-то коллега. Видимо. Да. Может тоже сюда идет. Когда незнакомые места, я не люблю, чтобы за мной кто-то шел. Мне лучше, чтобы кто-то передо мной шел и показывал дорогу. Ныкаться, тыркаться. Будешь. Ему мешать будешь. И себе мешать будешь. Так. Поворот там. Первый правый. Можно, конечно, схитрить. По кругу проехать и встать за ним. Как часто я делаю. Как часто я делаю. Как часто я делаю. Мюллер. Мюллер. Мюллер жмуллер. А, слушайте, может быть я даже здесь и был. Ну, я был, по-моему, на Тенче. Где-то здесь похоже место. Блин. Тут такая еще висюлька. Как ее не цепануть. Очень похоже, что я здесь был. Очень похоже. Вот заезд и потом справа. Не задеваю? Вроде не задеваю. Вроде не задеваю. Очень похоже. В таком похожем месте я был. Там справа офис в окне. Нет. Нет. Не здесь. Похоже место, хотя сейчас узнаем. А, нет. Нет. Это где-то дальше. Я думал сюда заезжать. А, может быть, и сюда заезжать. Фиг его знает. Знает карман. 51,53. Показывает не дальше. Ну, ладно. Проедем дальше. Посмотрим. Если что, развернемся. Показывает, что сюда. Ну, ладно. Проедем. Визуально показывает, что здесь. По факту. Наверное, там и было. 48, 48. Наверное, все-таки там. Переложить? Н combination of 90,000. Вз audit ядину. Перепрожить? Да... Это прыгнуть. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Лучше налево Ну, по-моему, круговой и разворот там... Или проложить? Да, это, наверное, то место и было... Опять что-то упало... Надо заехать, сходить узнать... Что-то такое... Что-то такое... Чё поедет... Пойдём, сходим... Узнать... Пойдём, сходим, узнаем... Да, я думаю, что это место и есть... Другого я не вижу... Название... Netcarping Сюда будем заряжать... Да именно... Там заезд... Там вывез... Там заезд... Там вывез... Там... Пойдём, сходим... А, вот она... Чуть левее... Стать... Стать... Показывать надо было левее... Стать... Выезжай, выезжай... Звук... Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо, остались здесь Заезжаем ворота, прикладываем бейджик И налево Потом все время... Офис A Пографировать запрещено Написано Продолжение следует... Доехали... Офис A Я так понимаю, сейчас время налево... Оба-на... 15 километров можно ехать... Я в этой фирме был... Но не в этом месте... Я так понимаю, что у них достаточно много всяких офисов... Время... Едем... Едем... Ну... Карту дали... Еще... Правила поведения... Так... Так... Там мы повернулись сюда... Может повернулись сюда... Так... Так... Офис A... Не... Нам надо дальше... Загрузились мы... Может камера... Пристала заряжаться... Не пойму я... Ладно... Блин... Погрузка... Конечно... Там... Сама погрузка-то быстро... Там... Они загрузили быстро... Просто стоит рампа обычная... Я отъехать не могу... Подхожу к нему... Говорю... А в чем... Что... Готово... Загружено... Говорит... Я не могу... Жду документы... Говорит... Семь машин на одно время... Блин... На 11... Я говорю... У меня погрузка в 11... Я приехал... А у них в 11 обед начинается... Зашибись... Нормально так... Обед там 40 минут... Ждал... Пока ждал... Приехал ли он... Коллега... У него в 12 погрузка... Меня начали грузить... И его по рампу рядом поставили... Меня закончили грузить... Я жду документы... Жду... Жду... Жду документы... Его закончили грузить... И документы... Появились... И у меня... И у него... Нормально... Блин... Я прождал... Документы... А он сразу получил... Ну ладно... Что-то я вот не могу понять... А нафига вот это все надо... Блин... Там что... Уезд куда-то... В сторону... Или... В чем прикол... Почему я так... Боже... Меня не посылал... Что-то так посылает... Зачем мне нужно вот в этой пробке стоять... Или там... Другой мост... Другой выезд что-ли... Не могу въехать... Ну ладно... Короче... Документы подготовил... Вместе с Леоном... А у него на час позже меня... Погрузка... А он блин... Раньше меня уже... Уехал... Ну не уехал не... Из... Места погрузки... А уехал... Как бы вам сказать... Ну а Трамп отъехал... Ну а Трамп отъехал... Я тоже отъехал... Там стал... Он тоже там начал писать... Письма в офис... Это торопит... Я сфотографировал... Морене... Блин вообще... Ну уже скоро вообще... Такими маленькими и маленькими буквами... Будет писать... Вообще ничего не видно... Блин... Какие там буквы... Цифры... Фигня какая-то с темой... Морене номером... Ладно... Я подхожу к нему... Дай мне блин... Распечатку... Морене блин... Дай сфотографирую получше... Вообще ничего не видно... Дал мне... Распечатал дал мне... Блин... А что такие цифры то... Большие... Огромнейшие... Ну так... Так печатает... Мучишься с ним... Там цифры маленькие... Нифига не видно... Цифры... Буквы... В очках... Без очков... Даже эти... Фотографию... Выличиваю... Блин... Фиг там нормально... Что видно... Ну ладно... Сейчас съездим в сети... Документы отдали... Мне еще 30 километров... Я что-то понять не могу... Почему меня по этой дороге он посылает... Неужели она как-то отдельно будет уходить... А эта которая слева... Отдельно... Что ушел правее и попал как бы в пробку... А эта как сквозняком идет... Ну да... Вон уже этот самый едет... Леон по той дороге... Я как в пробке стоял... Сейчас меня обгонит и пойдет спереди меня... Я по-моему... Ну да... Зашибись... Поехал называется... Очень нужно... Очень правильное направление... Не надо сюда лезть... Видишь... Я еду... Да... Или он меня уже догнал... Можно сказать так... Ой... Блин... Ладно... Друзья мои... Едем... Пока задание еще не получил... Но гоним... Туда... Все сети... Как я уже сказал... Ну вот... Семь километров до порта... И вот... Там уже... Летает с левой полосы... В правую... Торопится наверное... Может получил задание... Я-то еще не получил... Ничего... Как обычно... Да... Тут пробка... Как обычно... Нарисовалась... Уже... Ёпы... Скоро... И будет на месте... Чижик, чижик, понёсся, да, кстати, почему у меня задания нету до сих пор, интересно, да, нету задания, подозрительно, да, подозрительно без задания, друзья мои, такая уж большая пробка, как вчера была. Ну, не в это время, через час тут будет пробище. Ну, что, на Германию меня пошлёт, наверное, какой-нибудь далёкий рейс, потому что время без 15.02, полтретьего я освобожусь, в лучшем случае, с контейнером. Снова. Снова. Или вот здесь, на Еврорин, здесь и на Лидл. Или на тот Еврорин, который там дальше находится. Брейдер, тоже нормально, неплохо. И на Лидл, нормальный Лидл. В Эхт, а не в этот, где там я был, блин. Где там стоять, не где, блин. Так, что это было. Только не говорите, что, блин, пропала сеть. Кофе несколько много осталось. И он говорит, там вкусный кофе. Я согласен с ним. Такие нормальные аппараты, человеческие. Афта, кофе-машины такие электронные, там вкусные. Капучино, какаво. Короче, мы в паре с Леоном пришли, он за мной идёт. Ну, хотя мы с ним и в порту в паре стояли. Он успел покушать. Как-то либо это голландцы так дают такие задания, чтобы у них было так всё нормально. Адекватное время. Фиг его знает. Вчера вот, например, я приехал, он стоит уже на Баварии. Давно причём. Погрузка у него пол седьмого. Я приехал. Боже, у меня погрузка в шесть. Ну, может быть, у них там же часовая оплата, кажется. Но сейчас приедем в Порзе, заданий не будет. Надо писать, вот ЗНЭКСТ. Могут и наверх послать Тоже было бы непросто Там, где мы стояли четвером Это моритай Тоже там нормалек А там самопогрузка Это фигня Или проложить Его где-то отстал Или проложить Где-то кто-то его обошел В повороте Главное тут еще с контейнерами не застрять Опять целая куча машин Где тут встать? Будем искать А, ну есть Там даже есть места дальше Мы ближе К этому самому Мне кажется точно, что они сделали Как-то поуже эти полосы Заходим Купаться Мне как-то, блин, низко Этот самый Контейнер Добавил субтитры Игорь Негода Добавил субтитры Игорь Негода Добавил субтитры